Александр Токмиленко 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 То есть на бирже ее акции были самыми высокими. И в этот момент чувак возвращается в компанию, говорит, у нас полная жопа, нам нужно все спасать. И опять же я задался вопросом, почему так очень часто, мы когда смотрим по сторонам, так не происходит. Происходит ровно наоборот. То есть люди шикарно уверены, что у них все хорошо идет в бизнесе, а ты видишь, как это разваливается. То есть ты видишь, как ресторан разваливается, туда гости перестают ходить, а при этом собственник совершенно, или управляющий менеджер совершенно никак на это не реагирует. И не понимает, что происходит. Часть ответов, и как правильно сформировать вопрос, мне помогла другая книжка, то есть я параллельно их читал. Первое, это то, что очень часто в операционной работе мы пользуемся слишком большим количеством информации. То есть у нас очень часто не слишком малая информация. Когда мы говорим про Говарда Шульца, мы понимаем, что у чувака, у него не было много информации, он не управлял бизнесом. Он был просто совладельцем, который был в управляющих органах, там раз в полгода они встречались, или раз в год. Все остальное время он занимался другими делами. И тем не менее он заметил, что в компании проблемы, а те, кто непосредственно каждый день там крутились, не заметили. И в книжке «Чёрный лебедь» есть такой пример хороший, что провели эксперимент, когда специалистам по конным скачкам, по лошадиным, им дали статистику, 10 параметров лошадей. И попросили сделать прогноз, кто придёт первым, вторым и так далее. Они сделали прогноз. А после этого им дали 20 параметров тех же лошадей. Ну там, сила, скорость, не знаю чего ещё. И они сделали второй прогноз. Два прогноза были одинаковыми. А что изменилось? Изменилось то, что когда специалистам давали больше параметров, они значительно больше были уверены в своих результатах. То есть они на тот же самый прогноз были готовы поставить больше денег. Это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся. Слишком много данных, с которыми мы работаем, они делают нас уверенными, что мы всё знаем. А в действительности это просто больше данных. Это не влияет на наш профессионализм. Следующий вопрос. Следующая вещь, которая для управляющих, для владельцев бизнеса важна. Это то, что люди всё время находят себе оправдание. То есть, когда у нас в плохую погоду не пришли гости, то мы считаем, что это плохая погода. А это не то, что к нам просто неинтересно идти или, например, неудобно добираться во время дождя. То есть мы не сделали какие-то там движения для того, чтобы обеспечить гостей в любую погоду, чтобы им было комфортно прийти. И так целая куча вещей. В смысле вообще человек, такое существо, всегда ищет внешние проблемы. И всегда очень сильно самоуверен и не учится на собственном опыте. Как, опять же, описывается там в «Чёрном лебеде», что это иногда и хорошо. Потому что, ну, когда парень идёт на свидание, на первое, и свидание не получилось, то он, как правило, это спишет на внешние факторы. То есть там, ну, плохо выбрал ресторан, там какой-то день был, там девушка какая-то не такая. То есть он никогда не скажет, что я такой неудачник, я там вообще ничего не сделал. И обратная сторона, он не учится на личном опыте. То есть он после этого всё равно идёт на второе свидание. То есть идёт ещё раз на этот риск. С одной стороны, это классная штука, которая помогает людям всегда. То есть если бы у нас не было этого качества, забывать собственный опыт постоянно и забывать собственные ошибки, то мы бы не пробовали и не рисковали второй раз. Но обратная сторона, нужно понимать, что мы на этом не учимся. Ну и люди вообще очень оптимистичны. То есть это ещё один параметр, который нас опять приводит часто к провалам. Я нашёл такой классный пример. Это график продаж автомобилей Porsche. Класс. Мы все успеяли. Все запомнили. Два понятных. Нам вернётся. И. Вот. Есть. Это график продаж автомобилей Porsche по годам. Вот здесь вот в начале, это 85-й год, это у них был топ. Самые лучшие продажи автомобилей за всю историю у них там были. А потом они начали падать. И вот они упали, цифр не видно сейчас, но у них было там около 40 тысяч автомобилей они продавали в год, а упали до 4-х, в 10 раз. И знаете, что чуваки думали в этот момент, когда у них падали продажи? Они думали, что это сезонное падение продажи. То есть они думали, что просто, как бы, ну немножко не те экономические условия, немножко не тот рынок, и сейчас у нас всё откатится назад. А в действительности нифига не откатилось, и они только через 5 лет почесались понять, почему Porsche перестали продаваться. А оказалось, что за эти 5 лет автомобили Toyota стали в 2 раза более надёжными, чем Porsche. То есть немцы были настолько уверены в собственном качестве, что они совершенно не заметили, как японцы обскакали их технологически, и качество автомобилей японских оказалось значительно лучше на тот момент. И им понадобилось 5 лет, чтобы раздуплиться в этом вопросе, вообще там, внешних консультантов, и поехать в Японию учиться, что такое системы производства точно вовремя, и всё остальное, и у японцев перенимать технологии в Германию, чтобы возродить бренд. Да, у них это получилось. Но не у всех это получается. Большинство вот тут вот на этом этапе, будучи уверены, что у них всё хорошо, так красиво, и умирают. Вот с этой всей информацией давайте теперь вернёмся к такому вопросу. Кто у нас управляет бизнесом, вообще, как правило, рестораном? Ну, я думаю, что в большинстве случаев есть половина случаев, когда управляет сам собственник, да, то есть в этом всём крутится. И есть второй случай, это когда собственник нанимает какого-то операционного менеджера, такого хорошего, надёжного человека, которому он доверяет, и который с этим всем будет справляться. Чем занимается в операционной работе? Каждый день эти люди. Ну, есть две основных вещи. Это рутина и форс-мажор. Вот я, когда занимаюсь операционным управлением компании, как правило, мой день состоит из двух вещей. Из рутины и форс-мажора. Что такое рутина? Рутина — это получить документы на летнюю площадку, переоформить, сезонное меню введения с шеф-поварами, там, утверждений и всё остальное. Какие-то печати, рекламные материалы, работа с гостями, которая там по плану велась, переговоры с поставщиками, того отжать цену, с тем договориться про поставки. Короче, очень скучно, много такой работы. Второй вопрос — это форс-мажоры. Прорвало трубы, залили, всё, нужно спасать. Уволился менеджер, срочно нужно завтра кому-то выходить на смену, некому выйти, сам иду. Да, то есть там тоже такое бывает. Чего-то там украли в ресторане, начинаешь разбираться и так далее. То есть это форс-мажоры. Ад адский просто, который у тебя крутится целый день, и ты в это время совершенно забываешь про то, а что в этот момент, что происходит с нашими гостями. Да, вот такие простые вещи, как пройтись по залу и заглянуть, что у них в тарелках выдаётся, а вообще у них лица, счастливые или несчастливые у наших гостей. Какие продажи вообще? То есть у нас нет времени. Мы там посмотрели, выручка за день есть, там, не знаю, 50 тысяч гривен. Хорошо, всё, поехали дальше. Что там внутри? На чём мы сейчас деньги зарабатываем? На это времени нет. Выполняются поставленные планы перед рестораном? На это тоже очень часто не хватает времени, потому что, ну это же там труба течёт, а планы, ну подождёт, я же в любой момент смогу проверить эти данные. Ну и ещё множество, какие-то новые тенденции отслеживать, но это тоже нет времени. Ты просто всё время молотишь вот эту вот такую рутину. Ну и в результате что происходит? Происходит приблизительно следующее. И собственнику, и операционному менеджеру, они утомляются, им становится скучно. Есть американская статистика, что операционные менеджеры в компаниях, как правило, не выдерживают дольше 5 лет. Для Украины, наверное, эта цифра ещё меньше. То есть человек, даже суперпрофессионал, вот в такой вот колбасе, он крутится-крутится, за 2-3 года выгорает, да, он даёт результаты, он очень часто развивается. Поднимается, и потом начинается опрыскание. А если управляет собственным, ну, но операционного менеджера можно поменять. То есть начинается вот эта вот ротация. Операционный менеджер после этого за заработанные деньги и уезжает 2 месяца, реабилитируется где-нибудь на Востоке, возвращается, устраивается в новую компанию, и по новой на 2 года его там хватает, пока месяц он выгорит. А собственникам всё намного хуже. Собственник, если становится скучно, то всё разваливается. Вот уже очень много раз я наблюдал, когда рестораны, которые открываются, попадают в тренд, классно работают, очень интересные. А потом смотришь, и началось. Заходишь в ресторан, а там музыка не такая кайфовая играет. Ну, то есть кто-то уже не перебирал плейлисты, да, то есть было неинтересно. Меню как-то чуть похуже стало. Там где-то стенку поцарапали, не подштукатурили. То есть ты понимаешь, что тому, кто этим занимается, стало всё равно. И очень часто этот момент как раз происходит в тот момент, когда больше всего есть денег. То есть собственник в этот момент спокоен. ну, деньги же там идут, всё нормально, кэшфлоу есть, а я там расслаблюсь и так далее. И оно просто разваливается. Когда, очень часто, когда это поднимают, ещё ресторан очень тяжело поднять. Я думаю, все знают, что если уже полный, ну, то есть если ты в тот момент, когда ты понял, что всё, когда ты заметил, что у тебя аудитория уменьшилась в два раза, это просто означает, что у тебя в течение следующих, там, двух месяцев, она уменьшится ещё в два раза. Даже если ты что-то начнёшь делать. И нужно быть готовым к тяжёлому труду, чтобы поднимать. Ну, как бы, из этого всего вытекают два вопроса, на которые нужно найти ответы. Вопрос первый. Как организовать работу операционных менеджеров или собственников в операционном управлении, чтобы не умирать? То есть, чтобы не опускались руки, не сдаваться, а постоянно иметь какой-то этот заряд, не утомляться. А второй момент, как вовремя видеть проблемы, так, как Говар Шульц их увидел со стороны. И просто не увидеть их слишком поздно, когда уже невозможно будет спасти ситуацию. Какие варианты мы для себя, вот я для себя определяю, потому что, честно, работаю несколько лет, вот с такой мельницей уже работаем, и постоянно ищем инструменты, как из неё выходить, каким образом с ней разобраться, чтобы, ну, потому что отдаём себе отчёт, да, то есть, там, вот я закончусь, там, через год, ну, может, через два. И мне нужно каким-то образом до этого момента создать структуру, систему, которая будет работать, которая не будет разваливаться. Первый важный момент — это делегировать. Когда бизнес только начинается, очень часто мы много вещей делаем сами, да, то есть, сами работаем с подрядчиками, там, с ремонтами и так далее, а тут начинается такой момент, нужно делегировать всё. Тут имеется в виду не только делегировать людям, да, то есть, отдавать ответственность на своих менеджеров, там, не знаю, бухгалтеров, уводить с себя эти финансовые какие-то потоки, когда собственники очень любят сами пересчитывать деньги, а это занимает много времени, особенно, если денег много, вот, и начинать эти штуки делегировать. И делегировать в простых вещах, в ремонтах, да, то есть, находить компании, которые будут вас по договору обслуживать, а не надо будет каждый раз звонить и так далее. Это всегда стоит дороже, почти всегда. Но просто нужно взвешивать. Это стоит дороже, но, с другой стороны, это не утомляет. Если это разгружает, там, плюс, не знаю, два часа в месяц времени операционного управления, значит, стоит делегировать. Юридические вопросы, бухгалтерские вопросы, технические вопросы, IT-вопросы, все, что можно, от чего можно избавиться, то, что могут сделать за вас другие, это нужно сделать. Второй момент, это упрощать. Очень часто мы работаем с огромным количеством данных, то есть, если мы хотим, там, не знаю, обратимся к нашему бухгалтеру и попросим, отдайте нам статистику какую-нибудь по продажам, на нас вывалят пачку всякого всего, чего попало, да, и сиди там, разбирайся, что это обозначает. Не нужно, нужно определить, ну, те вещи, про которые я рассказывал, есть такое понятие KPI, ключевые показатели эффективности. Если кто-то не знает, просто почитайте, в интернете полно информации, что это такое. Это как температура тела человека, да, то есть, человек, когда, ну, если у нас температура 38, это еще, мы не знаем, чем мы больны, да, то есть, температура 38 может быть по разным причинам, но это говорит о том, что что-то не так с организмом, и мы начинаем разбираться. И не нужно все время, каждый день себе делать УЗИ, издавать анализы. Просто померили температуру 38, ага, тогда на УЗИ и анализы. А если температура 36,6, ничего мы сегодня не делаем. Точно так же для бизнеса. Определяем ключевой показатель. Я сейчас расскажу, какие мы для себя, какие мы отслеживаем. И дальше мы следим только за ключевым показателем. Все остальные разбираем позже. Создавать стандарты. После того, как мы определили, какие, нужно понимать, зачем мы следим, да, то есть, за какими стандартами. И по этим стандартам двигаться. Ну, и третье, это создать систему контроля. Как это выглядит у нас, к чему мы пришли? Мы контролируем, ну, две самые главных зоны. Это продажи и расходы. Да, то есть, в продажах мы деньги зарабатываем, а в расходах мы можем чего-то не потерять или сэкономить. В продажах, я не знаю, тут совсем не видно. Вот я как раз поэтому просил, если там удобно открыть с телефона или с чего-то, или еще можно считать с тех экранов. Там лучше видно, чем здесь. Мы контролируем свою очередь. Мы контролируем количество гостей. Мы их отслеживаем постоянно. И у нас есть, мы как бы отслеживаем три параметра. Это мы каждый месяц отслеживаем, сколько гостей было в прошлом году, в этом месяце, ну, например, в марте. Сколько мы запланировали, что мы в этом году будем иметь. Потому что, например, ресторан только открыли в марте прошлого года, то показатель прошлого года, он нерелевантен для текущего. Соответственно, мы, скорее всего, поставили перед собой какую-то цель. Например, 300 гостей в день. И третий, это сколько у нас текущий показатель гостей в день. И мы их сравниваем, и понимаем, у нас все хорошо или плохо. Если у вас есть статистика за несколько лет, это вообще шикарно. То есть, вы можете посмотреть, а у вас тенденция какая? То есть, у меня ресторан открыли, везде становилось больше, 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 потом стало стабильно, хопа, начало падать. Тот же самый Говард Шульц, он в книжке описывает, откуда он, один из факторов, почему он понял, что проблема в компании. Несмотря на очень большие прибыли, самые большие за историю в компании, у них начало падать количество посетителей. То есть, у них просто начало падать количество посетителей. Не на много, на 2-3 процента. Но просто, если они уже начали падать, значит, дальше тенденция продолжится. Даже если ты сейчас предпримешь какое-то действие, ты получишь результат только через несколько месяцев. А если ничего не сделаешь, то через год уже может не быть бизнеса. Очень быстро гости перетекают. Здоровье, что мы отслеживаем, это средний чек. Средний чек на гостя. Если кто-то заработает с фастфудами, то там есть смысл отслеживать средний заказ. А мы конкретно отслеживаем средний чек на гостя. И точно так же. Какой был в прошлом году, какой у нас мы запланировали себе и какой у нас есть. Выручка в общем, то есть по дням, для того, чтобы можно было сравнить. И средний чек по официантам. Вот как раз средний чек на гостя по каждому официанту по отдельности. Этот показатель позволяет оценивать, кто из ребят крутой, кто нет. Вот. А кто... Ну и сколько у нас там, не знаю, новичков, профессионалов и так далее. Второе, то, что мы отслеживаем в расходах, важно очень. Мы отслеживаем фудкост. Опять же, в точном таком же параметре. То есть у нас есть фудкост за прошлый год, тот, который мы запланировали, и какой у нас сейчас текущий. И сам фудкост складывается из нескольких параметров. То есть тот, который расчетный, списание, комплименты, если у нас есть комплименты, и недостачи инвентаризации, точно так же. То есть общую цифру по фудкосту. И различные важные статьи расходов. Например, мы на месяц запланировали потратить 20 тысяч гривен на хост товара и в течение месяца отслеживаем. И у нас есть еще один параметр, который не финансовый, не этот. Мы отслеживаем отзывы в социальных сетях ресторана. Это вот, да, то есть это я говорю про определение KPI. Вот такие мы для себя в компании определили. И если у нас тут все в порядке, то мы не заморачиваемся и не лезем дальше ни в продажи, никуда, как правило, то есть мы не залазим. Как только мы увидели, что у нас проблемы с фудкостом, мы лезем в продажу. Если у нас падает количество гостей, мы ищем причину. Причины бывают очень разные. Бывают, конечно, случайности, то есть у нас рынок, но, как правило, оказывается, что кто-то из конкурентов сделал интереснее меню, чем мы, и начали гости, там буквально чуть-чуть началось меньше становится, но тенденция началась, пора что-то делать. Иногда просто неинтересное новое меню били. Ну, множество различных причин бывает. Когда мы определили вот эти контрольные точки для своего бизнеса, дальше нам нужно выстроить систему, как их отслеживать. Прекрасно, когда система в онлайне, когда вы имеете всегда ее под рукой и всегда имеете доступ. Особенно, если вы собственник вообще, то есть в любой момент, лежа на гамоте себе, достал телефон и посмотрел. Мы для себя как инструмент выбрали Google Drive. Есть аналогичные системы, есть от Microsoft онлайновые. Основное, что вам нужно, это онлайновая цифровая таблица, в которую одни люди могут вбивать данные, те, которые нужны, а вы можете их оперативно смотреть. Конечно, можно имейлами отсылать, но это не так удобно. Поэтому мы используем Google Drive. Как вариант, можно использовать что-то другое. Если от Microsoft они тоже онлайновые таблицы с Excel, или можно Apple, они просто платные и не такие функциональные. Как выглядит сам контроль? Очень просто. Он у нас разнесен на двух ответственных людей. Это руководитель заведения и менеджер. Менеджеры у нас по логике отвечают за продажи, а руководители больше за продажи и расходы. И у менеджера есть задача. Каждый день он должен в систему, в табличку внести несколько показателей. Эти показатели это сумма продаж за день. Сколько мы денег за день получили. Дальше. Сколько гостей у нас за день было. Какой средний чек был по ресторану. Это забивается в систему каждый день. Его сам руками, то есть в конце смены, заканчивается смена, открыли систему, какая-то она у вас не была. То есть там нет значения. AirKeeper, 1S, Arca, еще и какая-то система. Просто перебиваются данные в таблицу. И второй момент с расходами. Это делает руководитель ресторана. Его задача один раз в неделю. Мы для себя выбрали пятницу. То есть каждую пятницу он должен сделать некоторые вещи. В онлайновую таблицу забить цифры. Какой у него текущий фудкост по ресторану, при том, какой по техкартам, сколько списаний за неделю было, все в процентах. То есть сколько списаний в процентах. И расходы. Например, то есть он забивает, что там за неделю было потрачено на хост товара 3000 гривен из 20, которые запланированы. И так каждую пятницу заполняются эти данные. Так как таблицы онлайновые, то есть все эти данные одновременно видят. их видят менеджеры, их видит руководитель и собственник всеми доступ к этой таблице постоянно можно в любой момент посмотреть данные. Как это выглядит? В действительности выглядит это приблизительно вот так. То есть у нас есть табличка, тут совсем плохо видно, не знаю, надеюсь, вам видно. Я буду так на пальцах рассказывать. В этой табличке верхняя строчка это запланированные продажи по дням. То есть у нас есть дни недели и у нас есть запланированные продажи. Мы спланировали на целый месяц, на каждый день, при том с учетом сезонности, то есть имеется в виду например у меня в ресторане в понедельник меньше выручки, в субботу, в воскресенье больше. Я планирую, что мы за неделю должны продавать на 200 тысяч гривен и я эти 200 тысяч гривен разделяю по дням. Ну пропорционально по тому, как это должно быть. А дальше каждый день менеджер вот третья строчка забивает сколько фактически было совершено продаж за день. И вот строчечка где вы видите красные цифры и черные, которых не видно. Черные это значит у нас сумма больше нуля, то есть мы выполнили план. А красные это меньше нуля, мы не выполнили план за день. Если мы их складываем, то мы получаем постоянно, мы каждый день знаем сколько, во чем мы выполняем план или не выполняем. Да, то есть очень четко каждый день. И точно так же еще ниже следующая строчка это количество гостей и средний чек. То есть у нас есть запланированное количество гостей там 300 например, а мы сегодня, сегодня 280, на 20 гостей меньше, а завтра 315, на 15 гостей больше. И таким образом менеджер каждый день заполняет всю эту табличку. она автоматически сводится по месяцам и когда месяц уже закрытый, тогда мы можем увидеть. То есть, например, у нас был январь месяц, в январе мы не выполнили план по обороту, который у нас был, мы не выполнили план по поставленным гостям, вот это вторая зная, план по поставленным гостям, но мы выполнили план по среднему чеку. В следующем месяце мы выполнили план по обороту и по гостям и по среднему чеку. А в марте, то есть, по состоянию на сегодня, мы выполняем план запланированный по обороту. У нас не хватает гостей, то есть, у нас гостей сейчас пошел спад, но мы план выполняем за счет того, что у нас средний чек выше. Ну, понятное дело, что в рамках одного месяца не показательно, но если у вас, например, несколько месяцов подряд уже вы видите там 2-3 месяца тенденции на снижение количество гостей это повод реагировать. Там даже 2 месяца уже пошли гости на снижение, нужно реагировать. Особенно, ну, то есть, еще есть, а если ресторан открыт недавно, то вообще их все равно становится больше, не меньше, в принципе. И второе, то, что заполняется еженедельно. У нас точно так же менеджер каждую неделю заполняет это вот табличка. Опять, не видно, но это имена официально. Там в первой колонке это имена официантов. Это средний чек, который мы хотим, чтобы они у нас делали на гостя. А это их средние чеки за предыдущую неделю. Таким образом, очень крутой инструмент. То есть, мы каждую неделю, каждую пятницу мы записываем средний чек по каждому официанту и смотрим. Фантастическая разница. То есть, из нашего опыта крутые официанты, которые супер-пупер, они умудряются делать на 30% могут больше давать выручку, чем другие. И это вопрос чисто качества работы людей, да, то есть того, как они умеют продавать. Другой вопрос. Когда появляются новые официанты, вот сразу видно, например, в статистике, у него у всех там средний чек, ну, не знаю, 98 гривен. Да, там 98, у кого-то 99, у кого-то 92. И тут хопа, появился новенький, у него 70. Проходит неделя, у него 78. Через 2 недели у него там средний чек 80 с чем-то. На третью неделю хопа у него тоже там за 90 перевалило, влился чувак в коллектив. Бывает такое, пришел новенький 3 недели прошло, у него средний чек 70, 70, 70, увольняем. Но не способен выйти на показатель. Отслеживается очень просто, помогает менеджерам, притом это отрезвляет очень сильно, потому что когда там в коллективе менеджер работает с официантами, но он же такой классный пацан, да, то есть с ним классно работать, он всем нравится, он такой душка там с девочками обходительные, его никто не замечает того, что он плохо продает, того, что он плохо работает с вестями. А цифры, они сухие, они такие жестокие. Ты смотришь на цифры, опять же, по нашему опыту, целая куча таких было ситуаций. Вот есть официант, всем нравится, коллектив его обожает, мы смотрим на цифры, оказывается, что он значительно хуже работает. Но это просто повод его подтянуть иногда. Можно научить. Хорошего человека почти всегда можно научить. Отдельно здесь у меня внизу показано, у нас в ресторанах есть отдельно продажи не ресторанные, например, если у вас в ресторане продаются, не знаю, книги или еще что-то, есть смысл это учитывать отдельно, потому что не нужно мешать кухню с книгами, например. И поэтому планы по таким продажам можно ставить перед людьми отдельно и отдельно их отслеживать. Не нужно их спутывать тогда со средним чеком, просто отдельно, то есть там двойная табличка у вас становится в зависимости уже от подхода бизнеса. И расходы. Точно так же, то есть тут получается два блока, это уже заполняет в нашем случае руководитель заведения каждую пятницу, он обязан это сделать. Верхняя часть это его расходы, то есть тут название, ну, например, пост-товар. То есть в этой колонке написана сумма, которую мы запланировали на месяц, например, 20 тысяч гривен, и тут каждую неделю он записывает, опять же, имеет доступ ко всем бухгалтерским, ну, к программам и данным, а если даже не имеет данных, он может просто делать запрос, чтобы ему бухгалтера дали эти цифры, он вбивает и смотрит, не превышает ли расходы, которые запланированы по контрольным статьям. Тут такая вещь, что если вы проанализируете расходы своего ресторана, то ключевых статей не так уж много. То есть мы очень слабо влияем на расходы, ну, у нас на аренду, на коммунальные, на налоги мы очень слабо можем повлиять, а очень сильно ресторане влияние идет на хостовары, на, не знаю, на доставку, на, может быть, какие-то развозы, на персоналы, если он почасовая оплата труда, поэтому вот эти статьи стоит отслеживать, а все остальные, то есть не имеют большого значения в их отслеживании. И фудкост, точно так же распитый по статьям, первая строчка это фудкост по технологическим картам, вторая строчка фудкост списания, третья строчка, например, комплименты, которые, если они раздаются, и так далее, и общий фудкост по ресторану. И мы по неделям видим, да, то есть бывает такое, что ввели новое меню, опа, фудкост куда-то там улетел, надо что-то делать. А бывает просто интересные штуки, то есть, например, ты смотришь, на третью неделю оба фудкост списания сильно, то есть, мы там выставляем какой-то лимит, что на кухне может вписываться, например, до 2% от оборота. А тут оба третьей недели списали 3,5% на третьей неделе. Ты тогда, не знаю, старшему повару или шефу, или кто там по структуре ответственный за эту зону спрашиваешь, а что произошло? Он говорит, а в принципе ничего, два стажера новых пришли. И ты сразу видишь, что пришли стажеры, не умеют работать с продуктом, неправильно обрабатывают продукты, списывают значительно больше, чем должны. Таким образом, получается, очень хороший контроль, то, что касается себестоимости, там очень много денег находится. Ну, и главный вопрос, зачем делать все эти таблички, если в действительности сейчас все, кто занимается автоматизацией ресторанов, начнут сказать, а ладно, мы сейчас тебе все это настроим. То есть, тебе само будет приходить на телефон эти все показатели, они будут приходить и не надо никого заставлять там каждый день вечером в конце смены еще забивать цифры или там каждую пятницу забивать какие-то цифры и так далее. Мы долго так работали, мы уже полгода работаем по такой схеме и поняли большую-большую разницу. В чем фишка? Это точно так же, как делегировать, тут есть вопрос разделения ответственности. Если вы владелец или операционный управленец, вы в том случае, когда вы отслеживание показателей отдаете другим людям, вы переносите на них ответственность. Во-первых, нет вообще шанса улизнуть. тебе каждую пятницу нужно забить цифры. И даже если ты эти цифры не там делаешь это невнимательно, ты все равно это сделаешь. Потому что когда автоматом цифры приходят на телефон, ну знаете, это как, не знаю, как мейл рассылки. Вот у вас их много, да, приходят, никто их не читает. У нас просто собираются там целой кучей. мы возвращаемся туда в нашу рутину, мы не следим за ключевыми показателями, у нас нет на это времени. А тут появляется такая штука, которая в каком-то смысле все ненавидели это, когда учились в университете, да, то есть переписать конспект. Но тут получается в действительности практически такая же задача. Людям нужно переписывать данные, у них нет шанса с ними не познакомиться. И еще одна вещь, даже если вы не следите, не нависаете на людей, а вы себе где-то находитесь там далеко и отдыхаете, они все равно это сделают, потому что они должны это сделать по системе. То есть они должны каждый вечер открыть и посмотреть продажи за день, посмотреть средний чек и так далее. Наш опыт, мы это ввели полгода назад, у нас в компании каждый понедельник есть собрание, у нас все рестораны рядом, поэтому мы можем собираться в одном офисе, все руководители ресторанов. раз в неделю. И мы каждый понедельник собираемся и у нас полсобрания, это каждый директор рассказывает, как у него идут дела в ресторане. Ну и соответственно у нас вечная была проблема. Мы начинаем спрашивать, он там говорит, ну мой план выполняем, а футход какой? Ну где-то 28-29 процентов, а там, ну где-то, я не помню, я не смотрел. Кардинально изменилась ситуация. Чуваки обязаны это делать, они сейчас цифры просто вот так с головы раскладывают, все что угодно. Сколько таких продаж, почем, кто официанты, кто официанты хорошие, кто официанты плохие. Из-за того, что они обязаны с этими данными работать каждый день, да, то есть там, или по крайней мере, или раз в неделю, они просто постоянно с этим работают. и это очень круто повлияло на работу. И второй момент, не нужно допускать автопилоту просто, знаете, как это самое, посадить самолет в озеро. Когда мы, у любой автоматизации есть пределы. То есть, когда мы автоматизируем бизнес, это очень хорошо, потому что мы получаем огромное количество данных для принятия решений. Но ни одна система не заменит нас, руководителей, в моменте принятия решений. Очень многие люди просто, да, то есть, когда мы поставили учетную систему, мы думаем, что все, сейчас все-то и наладится. А в действительности это просто инструмент для получения информации для дальнейших решений. Не нужно уповать на то, что, там, не знаю, если вы поставите терминалы в ресторане, у вас точно там ничего не украдут или много лучше станет что-то. У вас украдут, просто вы об этом сможете узнать. До этого у вас не было шанса узнать, а теперь есть. Используйте систему по назначению, она не заменяет руководителей. Нужно все равно все эти данные перепроверять. Вот мы для себя нашли такой инструмент. Ну и да, сам этот инструмент не панацея, целая куча проблем в бизнесе остается, но на своем опыте намного легче. Да, то есть разделили ответственность, ребята очень ответственно относятся, они начинают вместе, там, друг с другом коммуницировать, они знают все цифры и так далее, и ты видишь, что они классные без тебя работают. То есть они каждый день заполняют эти таблички, они работают данными, у них есть в руках система, появляется немножко времени для креативных задач креативного мышления. Все. Спасибо большое, Саша. Ну то есть ты через год, через два не закончишься, как ты говорил. Но я надеюсь. Друзья, давайте вопросы засыпем. Вопросы в миллион. Есть? Спасибо большое, ты спас. Саша, спасибо большое за выступление. Я подскажу, пожалуйста, исходя из каких вводных данных вы ставите планы по вашему TPI? То есть как вы планируете? То есть одно дело, если заведение уже работает достаточно долго, да, и второе, ну за что, размотри, пожалуйста, два варианта. Работающее заведение уже определенный период времени и новое заведение. Спасибо. Ну, во-первых, интересный вообще вопрос, да, то есть долго работающее заведение последние два года не имеет никакой статистики, потому что бизнес-модели, поведение аудитории была у нас, я думаю, что практически во всех городах просто через колено поломалась, да, то есть то, как мы работали и зарабатывали деньги там два года назад и сегодня, это совсем разные вещи, просто в силу внешних факторов. Поэтому даже имея статистику прошлых лет, очень тяжело планировать. как мы подходим к планированию по KPI, ну, каждому по отдельности, к каждому по своему. Есть какие-то простые вещи, интересные, которые можно спланировать. Например, если вы планируете расходы по хостоварам, да, то мы просто высчитали эмпирическим методом, что у нас приблизительно на обслуживание одного гостя идет где-то гривну 80 хостоваров. И мы просто берем, мы знаем, мы планируем, что в следующем месяце у нас будет там 260 гостей в день, множим на 31 день, множим на гривну 80, вот у меня план по хостоварам, по расходам. С доходами сложнее. С доходами очень часто, ну, то, как мы сейчас подход используем, мы берем количество гостей и планируем, сколько у нас будет людей. То есть, это первый показатель. Часто опираясь на прошлые года, соблюдая там сезонность, да, то есть, там, март лучше, чем февраль, апрель еще лучше, чем март, а в мае открываются летние площадки, добавляют еще 40%. То есть, соответственно, если мы там в феврале запланировали 200 гостей, в марте там 230 в день будет, в апреле еще какая-то цифра и так далее. Средний чек на гостя, мы ничего лучше, как просто брать коэффициент инфляции, да, то есть, мы берем последний чек, например, мы планируем на год, то мы в декабре взяли, у нас, например, на выходе декабря есть какой-то средний чек 100 гривен. По экономическому прогнозу Украины на этот год, такому, средне-пессимистичному, около 30% инфляции. То есть, мы, значит, мы должны к концу года выйти на средний чек 130 гривен. и дальше его разделяем по месяцам. То есть, январь, например, 100, такой же, как в декабре, в феврале там 104 гривны, в марте 116 гривен. Хотя, тоже такой подход так себе, лучше привязываться к тому, когда мы планируем обновлять меню и поднимать цены. Как вы планируете 100 гривен? Не 105, не 300, не 50. Мы берем прошлый месяц. Когда он первый? Когда он первый? Какой средний чек почитает? Ну, поговорите, есть такая штука интересная, в однотипных ресторанах, в однотипном районе города, как правило, похожие средние чеки, в одной одинаковой ценовой категории. Можно просто поговорить с людьми, поспрашивать, попробовать на опыте какую-то операцию. Ну, можно просто с потолка брать? приблизительно к гадалке сходить. К гадалке сходить. Ну, а можно трезво, то есть мы берем меню. Есть еще такая вещь, очень хорошо, кстати, работает, особенно в условиях кризиса. Нужно понимать, сколько люди готовы платить за вашу ценность продукта. Вы знаете, тут есть такая вещь, это немножко другая тема, но всегда нужно соозмерять две вещи, ценность продукту и цены. То есть мы не можем какое-то говно продать очень дорого, ну, точнее, можем, в определенных случаях, и определенные люди умеют, но так не надо, но я-то не знаю, что так делать. А если у тебя продукт хороший, не надо его продавать слишком дешево, но слишком дорого он тоже не будет продаваться. Нужно понимать адекватность ситуации. тогда можно сложить меню, то есть мы там сложили будущего ресторана меню, прикинули, что у нас наша аудитория будет, скорее всего, заказывать одно основное блюдо, салат и напиток. Основное блюдо у нас стоит от 80 до 160 гривен, салат у нас стоит от 70 до 120, напиток у нас стоит от 35 до 70. Вот сложили вместе, получили средний чек на человек, не знаю, для Киева, наверное, гривен 200, может быть. И так дальше начинаем считать на количество гостей, перемножать на наши посадки, на сезонность и так далее. Какая средняя трудовая рентабельность по вашим заведениям? Иван Азанков, да, у вас? Вот в среднем рентабельность по заведению. Чистая прибыль на выходе? У меня очень разное заведение, у меня чистая прибыль чуть ли не от нуля до где-то 25% сейчас в этих условиях была. Ну, у нас, я говорю сейчас за последний год, у нас была большая прибыльность, но в другие годы, а вот за последний год очень нестабильная ситуация, я не могу сказать, мне такие цифры не нравится называть, потому что вдруг их кто-нибудь воспримет за то, что на них можно ориентироваться, а на них нельзя ориентироваться. Да, и опять же, 5% от миллиона лучше, чем 30% от 100 тысяч. Секунду, давайте процесс становится управляемым опять, не кричим из-за, следующий вопрос. футкост. Спасибо. Владимир Александрович, вы говорите, что у вас менеджер на ресторане, каждый день отправляет футкост. Не менеджер, руководитель, и не каждый день, то есть он раз в неделю, в пятницу. раз в неделю, в пятницу. То есть он оперирует какими-то там данными инвентаризацией, у вас происходит инвентаризация каждую неделю или как, на основании чего? Он каждую неделю заполняет данные по футкост, по техкартам, а он меняется в зависимости от закупки. Правильно, закупка тоже неравномерная. Мы учитываем себе стоимость товара по средневзвешенной цене, поэтому, ну то есть в смысле неравномерная, у нас закупка каждый день. Каждый день. То есть у вас есть товары, допустим, я не знаю, там иностранного производства, которые вы там можете закупать на месяц, на полмесяца и так далее. Мы так не делаем. То есть у вас все как бы ежедневное, то есть а какой остаток товара, сколько у вас украли товара, ну грубо говоря, по итогам инвентаризации? Так, давайте разделим. Мы анализируем футкост, это первое, то есть второе, это списание. Это те показатели, которые инвентаризация мы сейчас делаем, у нас опять же по разным ресторанам по-разному, то есть если в ресторане инвентаризация сходится, ну там плюс, мы для себя определили погрешность около одного процента. Вот, если она сходится в таком показателе, то мы делаем ее раз в месяц. Если она хуже, то начинаем делать два раза в месяц. А если она все равно хуже, начинаем делать каждую неделю. есть еще выборочные, то есть по неделям у меня основная цель, да, то есть отследить, не отползают ли у меня ключевые показатели. Инвентаризация все равно в конце месяца, но она подчешет все остатки, все будет в правке. то есть вы отслеживаете по сути стоимость товара, который у вас приходит в ресторан, правильно? То есть тут вот, у вас цена на выходе продукта, то есть меню у вас цена одна и та же, грубо говоря, у вас редиска с понедельника прошлого подчеревела на этот понедельник на 20%, и вы это увидите, правильно? Я так понимаю. Ну или подорожала. Ну, да. Ну или не только редиска, то есть вообще целая группа товаров. Не, я условно говорю. То есть вы отслеживаете просто изменение цены товара на входе в ресторан. По сути, правильно? Ну, по сути, да. Ну, все равно. Все равно. Спасибо. Мы начали сильно работать над качеством, мы начали, у нас, вообще конкуренты это замечательно, они заряжают. Вот. Мы начали работать над качеством, с людьми и так далее, и сейчас мы вернулись на те показатели, которые были. То есть они приобретают каких-то своих гостей, а наши гости к нам вернулись. И наши постоянные гости вроде бы у нас, и они счастливы, да, когда заходим в зал, смотришь, и они улыбаются. Значит, все хорошо. Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли он есть? Его нет, поэтому спасибо тебе большое, Саша. Я думаю, эти вопросы можно активировать. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok